В рейтинге гендерного равенства, составленного Всемирным банком, Молдова занимает 59 место из 187. Меньше всего баллов наша страна получила в категории оплаты труда, поскольку разрыв между зарплатами мужчин и женщин все еще велик. У нас также проблемы из-за патриархальных стереотипов в обществе, недостаточного продвижения женщин в политике и бизнесе, роста показателей семейного насилия и прочих радостей, о которых может рассказать среднестатистическая жительница нашей страны. Сегодня в преддверии Международного женского дня мы будем говорить о положении женщин в Молдове. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте! И сегодня в студию я пригласила замечательных женщин, известных женщин. Я уверена, что наша аудитория вас прекрасно знает. Это Елена Белякова, член Совета Гражданского общества при президенте и председатель комиссии там же, да? Да. Добрый вечер. И Катинка Мордорович, учредитель политического клуба женщин 50 на 50. Уже много лет, 20 лет в этом году праздновать. Да, в этом году 20. Поздравляю вас. Это тот случай, когда можно заранее. Точно, да. Точно, да. Нелегко, но мне нравится быть женщиной. И я знаю много женщин, которым нравится быть женщинами. Я очень рада, что женщины в Молдове уже чувствуют самим собой женщины. А почему вы сказали, что не очень-то легко? Вот какие на самом деле на сегодняшний день проблемы, да, вот больше всего влияют на это? Я думаю, что если в Республике Молдова, согласно законодательству, женщины и мужчины, и женщины имеют равные права, как и мужчины, и у нас в принципе на сегодняшний день, кроме разницы выхода на пенсии между мужчинами и женщинами, и здесь идет дискриминация как бы мужчин, у нас в основном нет ни одного закона или какого-то нормативного акта, в котором вот содержал какое-то неравенство. Дискриминационное. Дискриминационное, да. Но в то же время возможностей у женщин еще не так уж много. И почему говорю, что не так легко? Потому что женщине все-таки приходится на свои плечи и семейные обязательства, и хотя они учатся, больше 54% женщин, людей, граждан с высшим образованием, женщин, у женщин, как вы уже сказали, и зарплата ниже, и это не потому, что они не такие хорошие специалисты и так далее, а потому что женщины еще продолжают быть дома с детьми, и не потому, что вот так и хочется, а потому что нет садиков, нет еще таких услуг, которые по уходу за пожилыми родителями, потому что эти все заботы все равно остаются еще на плечи женщин. Поэтому я и говорю, что еще не так уж легко женщинам в нашей республике, при том, при всем, что у нас довольно хороших достижений. Я считаю, за последнее вот два, за все время вот независимости, я думаю, что женщины Молдовы, именно женщины Молдовы добились хороших изменений в законах и так далее. Спасибо. Я вот хочу на этой ноте продолжить по поводу того, что женщины действительно добились многого, и я думаю, что, да, сложно быть женщиной, но я думаю, что это... И тут мне кажется, что вот и в нашей стране возможностей у женщин появилось достаточно много. Было бы желание и, наверное, настолько, насколько мы хотим сами этого, потому что у нас сейчас очень много различных возможностей себя реализовать и в общественной сфере, особенно в общественной сфере, но и в политике. Сейчас вы знаете, что большие произошли изменения, и вот, наверное, этот парламент нам покажет, что там где-то порядка четверти членов парламента, где-то, я так... Двадцать шесть женщин. Получается, да, четверть парламента женщины. И я думаю, что это очень хорошо для нашей страны, не только для нашей страны, потому что женщина, она всегда уравновешивает, да, она всегда пытается найти какой-то компромисс, она всегда пытается найти такое решение, которое бы устроило, наверное, всех. То есть потому что она ответственна за всех. И вот эта вот ответственность, конечно, дает ей и шансы большие, но и обязанности огромные на нее возлагает. Я думаю, что и мужчина ответственна, когда мы говорим, что женщина ответственна, это не означает, что мы не считаем мужчин ответственных, но так как Бог оставил, создал женщину и мужчину, я думаю, что мы должны так, как и в семье, также должны управлять и государством, и на национальном уровне, и на местном уровне, и в бизнесе, и везде. Потому что уже на сегодняшний день женщина должна работать не потому, чтобы только идти в ногу с эмансипацией женщин, а потому что уже финансовая безопасность семьи, это уже не может обеспечить только работающий муж. Уже не может. И поэтому и женщина, и муж, и женщина, и мужчина, и мама, и папа должны работать. А для этого мы должны пересмотреть все традиции, все стереотипы о том, кто что делает дома, кто что делает, кто чем занимается. И это уже происходит во многих молодых семьях, я таких вижу. Что касается, вот мы говорим, что созданы возможности. Да, не создано, но все-таки не так много. У меня в организации, которой я занимаюсь благотворительной, из фундации Гопедия, у нас есть такая услуга, Креша, если садик для детей, но это как социальная услуга. И, кстати, очень много молодых мам в семье обращаются и хотят выйти раньше на работу после года. Очень много женщин хотят выйти на работу. А мы еще не можем обеспечить такими ясными садиками. А частный сектор очень дорогой. Он дорогой, да. Все-таки для молодой семьи. Вот именно, если в наш возраст, может быть, у нас есть деньги платить, но у нас уже нет детей для садика. Поэтому я считаю, что у государства, вот для обеспечения для молодых женщин, в том возрасте, когда профессионально у тебя есть энергия, и ты можешь расти, и в то же время и семья, и дети на твои плечи. У государства еще в этом плане есть много над чем работать. Хорошо, вот я хочу, чтобы вы сейчас очень четко ответили нашим телезрителям. У нас есть дискриминация по половому признаку в стране? Есть, конечно. Вот в какой мере и конкретнее? Вот в чем у нас сегодня дискриминируют женщины? Из-за того, что вот так, не знаю, получилось, что у нас женщины больше всего работают в социальный сектор. Социальный сектор – это эдукация, образование, социальная защита, культура. Здравоохранение. Все там здравоохранение, потому что там есть некоторые профессии, которые… Ой, сейчас продолжу список. Мужчины – это финансы, правильно? Мужчины – учредители банков. Да. А считать деньги в банках – женщины. Ну, считать, да, но учредители – то есть те, кто им распоряжается. Идите в любой банк, и увидите, там женщины считают их деньги. Но у нас есть какой-то рост, я знаю, по предпринимательству женщин. Женщины все-таки уже начали заниматься, создать свое дело, и это очень хороший путь для женщин. Но в социальных секторах работает до 90% женщин, а это самые малооплачиваемые работы. И вот здесь, и здесь создается вот эта большая разница в зарплате мужчин и женщин. Но я должна сказать, что, конечно, когда женщины начали говорить о вот этой разнице в зарплате, говорили о том, что за тот же труд получали разные зарплаты. Я слышала такую цифру на 13% меньше, за абсолютно тот же труд. Да, но это не за тот же труд, просто труд в социальной сфере оценен в нашей республике. Нет, вот я читала, что менеджерам мужчин платят несколько больше, чем менеджерам женщин. Ну, есть такое? Я не думаю. Я не думаю, да? Ну, бывает, я читала несколько исследований по этому поводу, и эксперты объясняют это тем, что мы, женщины, не то что не умеем. Мы ведем себя, когда мы обсуждаем, или мы пришли и говорим о зарплате, мы не требуем по максимуму. Не так настойчиво. Нет, у нас нет еще вот этого поведения, как бы, охотника, добить до конца. Вот нам дали 5 тысяч долларов, мы же не будем больше. Ну, это же 5 тысяч. Вот, как бы, дали, да? Ну, если даже все, а мужчин, во всяком случае, так говорят исследования, что женщины, и тем более, что мы привыкли, что нас должны оценивать, а мы не идем и не так часто говорим, что я хочу и могу. Что мы должны, не должны повытилить зарплату. Очень редко женщина приучена так. Дома нас так воспитывает, надо быть скромной, не надо требовать зарплаты. Но я говорю о социальном секторе. Здесь тоже есть вот эта проблема. Но пока мы придем к этой проблеме, как требовать больше зарплаты, мы сегодня говорим о целых секторах. Работа в этих секторах оценена низко. Спасибо. Госпожа Белякова, под дискриминацию в отношении женщин, какие моменты вы можете выделить? Вы знаете, что касается вот то, о чем мы сейчас говорили о зарплате, я думаю, что, скорее всего, это в большей степени, если взять статистику, вы правильно сказали, что женщины работают в тех секторах, которые малооплачиваемы. Потому что, если взять, так сказать, по, скажем, по тарифной сетке, я не думаю, что в этой ситуации намного разница большая между зарплатой у мужчин и у женщин. Скорее всего, потому что мы на себе несем вот эту нагрузку социальную, и больше работаем в здравоохранении, в медицине, в образовании и так далее. Поэтому тут, я думаю, что, наверное, это наша общая проблема, повышение зарплаты в стране в целом по тем секторам, которые требуют этого. Но, кстати, у нас есть и сектора, где, с моей точки зрения, как эксперта, мужчины дискриминированы. Я считаю, вот все политики, которые есть в системе здравоохранения, они не ориентированы на здоровье мужчин. И я считаю, да, я обследовала весь этот сектор, и я считаю, что здесь у нас большие проблемы, и в этом секторе мужчины дискриминированы. Мы все политики сосредоточены на женщину-мать, на здоровье женщины, потому что она должна быть матерью. Но дети могут быть здоровыми, когда и мужчины. Ну да, если мы продолжим эту тему, то мы посмотрим продолжительность жизни. Она у нас у мужчин ниже, чем у женщин. Вы заговорили о законодательной базе. Вот сейчас так все понимают, что это все на основе закона о равенстве шансов. Вот скажите, пожалуйста, назовите те законы, на основании которых у нас в стране должны быть, я сформулирую так, соблюдены все права женщин. Закон о равных возможностях для женщин и мужчин. Это основной закон, в котором установлено, что во всех сферах государство должно обеспечить равных возможностях. Это не один и тот же закон о равенстве шансов. Равных прав и возможностей. Мы так говорим. Равных права и возможностей. Но это один закон. Тот самый нашумевший, в котором, вы помните, у нас долго его принимали. Это этот же закон или нет? Нет, это два. Есть два закона. Закон о равных правах и возможностях женщин и мужчин. Это один закон, это один закон, гендерное равенство. Есть закон о равных правах, это закон о меньшинстве и так далее. Да, это два закона. Но и второй закон был принят тоже на основании вот этого главного закона, который я считаю, закон о равных правах и возможностях женщин и мужчин. И на основании этого закона были реформированы и были сделаны изменения во всех. И закон о воспитании, эдукации. Воспитании. Кодекс об образовании. Закон о пенсиях, социальной защите, закона о социальной страховании. Вот это право мужчин выйти в отпуск по уходу за ребенком. Вот это очень важный закон о том, что семья решает, кто из родителей будет заниматься уходом за ребенком. То есть законодательная база, вы считаете, она у нас достаточно продумана? Да, абсолютно, и все было сделано степ-бай-степ, то есть шаг за шагом. Все-таки мы эти изменения получили достаточно за много лет, когда вот сделали одно изменение, мы посмотрели, как работает, увидели, что это идет, и маленькими шагами. Даже если этот отпуск по уходу за ребенком, который получает мужчина, когда женщина после родов, женщина на больничном после родов, естественно, ей нужна помощь. И хотя это небольшой отпуск, но я считаю, что это очень важный шаг. Он имеет очень большая важность, как воспитательный процесс о том, что мы не отвечаем, и у нас ответственно, да. У нас немножко скучает госпожа Белякова. Я по поводу законодательства хотела бы спросить. Вот ваше мнение, у нас действительно такие хорошие законы? И осталось только их выполнять, да, чтобы не было этих моментов? Либо нам есть еще к чему стремиться? Вы знаете, я думаю, что вот за период независимости Республики Молдова у нас действительно законодательная база во многих областях, и в том числе, и что касается равенства мужчин и женщин, создана достаточно хорошая. Она отвечает и европейским всем требованиям. И я думаю, что у нас проблемы, наверное, больше с исполнением этой законодательной базы. Многие так говорят, да. Законы-то у вас хорошие. Законы у нас во многих областях хорошие, да. И что касается вот той сферы, в которой я много лет проработала, я имею в виду, что и работаю на сегодняшний день, что касается защиты прав национальных меньшинств Республики Молдова, тоже очень хорошие законы разработаны. Но вопрос у нас всегда вот встает в том, что как они исполняются. Но я думаю, что вы знаете как, тут проблема в чем? Она такая обоюдная, да. То есть как бы с одной стороны, вот как по поводу зарплаты вы говорили, что мы не можем себя достойно оценить. Иногда они сами себя не оцениваем так, как должны. Наверное, вот в плане исполнения законов мы тоже должны здесь проделывать, наверное, большую работу, чтобы разъяснять, как эти законы должны работать. И, наверное, совместно идти навстречу друг другу. Я имею в виду, что и государственные органы, и те, на кого нацелены эти документы, должны делать эту работу совместно. Только так мы сможем вот их реализовать так, как они должны быть реализованы. А вот такой вот вопрос. Вот вы сейчас говорите, что дискриминация есть. А вот государство наше, правительство, оно признает вот факт дискриминации, что у нас существуют такие проблемы, надо с ними как-то, с этими проблемами бороться. У вас какое ощущение? Я думаю, что, наверное, мы знаем об этих проблемах. И на уровне правительства знают об этих проблемах. Но я вот считаю, что вот мое мнение, что тут нужно, конечно, сделать все, чтобы законы работали. Много вопросов, почему они не работают. Да, тут разные, тут нужно разбираться в каждой сфере, наверное, отдельно. Я думаю, что понимание в обществе есть. И со стороны государственных органов, и со стороны общественности. Но, наверное, объединить надо усилия для того, чтобы вот это все начало работать так, как оно должно работать. И я думаю, что общественные организации наши тоже, наверное, очень хорошо знают об этом. Ну, они, да, для многих это вообще работа. Но я хочу вернуться к вопросу по поводу признания и непризнания этого факта государством. Ну, Катинка, вы же не первое правительство, не первая власть, да. То есть мы можем эти моменты очень так, очень четко оценивать, да, нет. Как, понимаете, государство сделало как бы свое дело, приняло закон. Я думаю, что следующий шаг за каждым гражданином. Вы так полагаете? Да, да, чтобы он требовал выполнения по отношению к себе вот закона. И в то же время, чтобы сам этот закон исполнял, как бы, да, этот закон. Потому что если я как женщина дискриминирована, я должна где-то обращаться, потому что во всех законах и по дискриминации написано, что делать в таком случае, когда ты дискриминен. Очень тяжело всегда добиться справедливости в любой сфере, в том числе и в генерном равенстве. Но и делают шаги такие еще неуверенные. И, кстати, даже в закон о равных правах и возможностях, там написано очень, я считаю, что очень хорошо по отношению к женщин, что если ты, в том, что женщина хочет устроиться на работу, и ты считаешь, что тебя не взяли на работу... Именно из-за того, что ты женщина? Из-за того, что ты женщина, ты можешь обращаться в суд. И тот, кто должен доказать, что не дискриминировал тебя по гендерному, как женщину, это работодатель. И это очень хорошо. То есть от женщины требуется написать и обращаться в суд. Но у нас еще нет таких... У нас не очень принято. Не очень принято. Но это тоже идет в воспитании. Правильно коллега сказала, что это следующий шаг. Мы должны воспитывать общество, чтобы дальше требовать от государства. Потому что государство увидит, или правительство, или те, которые управляют государством, увидят, что что-то не работает. А так, что вы хотите? Закон есть, обращений нету. Все прекрасно. Чтобы сказать, что что-то не работает. И потом совет по недискриминации говорит, что все хорошо у нас, не обращаются. Уже совет по дискриминации очень часто поднимает эти вопросы, что действительно обращений нет. А если есть обращения, то вот по практике все-таки всегда суд на стороне женщины, которая обращается. То есть вот работодатель всегда должен выполнять, и вот заставляет выполнять этот закон. И тут, конечно, вот совет по дискриминации наш правильно всегда говорит, что нет обращений. Вот по разным вопросам. Мы жалуемся много, вот как-то так между собой. А вот чтобы все-таки взять и сделать какой-то следующий шаг, и сделать этот шаг правильно, тут нужно, наверное, нам всем вместе и общественным организациям, наверное, над этим поработать. И, в принципе, подвижки в этом есть. Вот у нас очень часто говорят о том, что у нас ромское население дискриминировано, да, в республике Молдова. Сейчас вот разрабатывается новая программа правительственная 2030, и тоже вот практически в каждом разделе, вот когда читаешь ее, есть эти вопросы. Но тут тоже очень много подвижек есть, потому что есть, уже работают и медиаторы, которые осуществляют связь между семьей и школой, семьей и медицинскими учреждениями. И здесь, я считаю, что работы еще очень много, но она должна вот именно в этом направлении вестись, для того, чтобы люди знали, как пользоваться своими правами. Ну вот смотрите, вроде в политике сделали серьезный шаг. Вот взяли, значит, эквотировали списки, да, вот теперь по квотам, значит, каждая партия должна представлять, у них третья, у нас третья, да, по-моему, по новому закону. Каждая, 40% в списке, и так все, да, иначе бы не зарегистрировали списки. Абсолютно точно. Как вы оцениваете этот шаг? Вот это, нет, не с точки зрения того, что вот многие говорят, что это и есть решение проблемы. Я, например, так не считаю, но вот многие так говорят, смотрите, как вот у нас все теперь здорово. Это половина решения проблемы, потому что, почему половина, потому что 40% в списке, я считаю, что это хорошо, потому что это пройти через одну избирательную кампанию, это хорошая практика для женщин, и многие из них будут после этого решать, хотят они заниматься политикой или нет, какая-то кухня, что там как. А вторая половина, почему не очень хорошо? А вторая половина, потому что всех этих же, большинство, они в конце списка. Так, то есть не в той проходной части. Да, и, к сожалению, эти выборы показали, что, и это очень грустно, что женщины, которые очень старались и работали в партиях, к сожалению, или они вообще не попали в списке или в списках, или попали тоже где-то там посредине списка и так далее. И поэтому, я думаю, что пришло время женщинам из политических партий рассмотреть свою работу, потому что получается, что в конечном счете та работа, что ведет ответственная женщина, как член партии, и на должность, в которой партия ее отправила, а назначила, направила, да, и партийную работу вся она выполнила, и в конце приходит кто-то с деньгами, может быть, или я, потому что других объяснений у меня нету. Почему вот женщины, которые я видела, такие активные, вдруг они то совсем исчезают из партии, и появляются какие-то лица совсем новые? Ну, есть вопросы. И вот это половина вопроса, потому что это очень сильно влияет на решение женщин заниматься или не заниматься политикой. Я думаю, что Людмила не даст соврать, потому что я говорила со многими женщинами, которые в политике. Это не дискуражатор, это не обескураживает женщин заниматься. Я поняла вас. Я что имела в виду? Я хочу сказать, что я с вами полностью согласна в каком смысле, что действительно в любой партии, какую ни возьми, женщины выполняют огромную работу и в период между компаниями, и в период во время, а во время компании еще большая нагрузка ложится. И действительно, может быть, когда пройдешь одну, вторую, третью компанию, и в итоге вот те, кто действительно мотивирован к тому, чтобы дальше заниматься политикой, и когда они не видят результата, наверное, это большая проблема. А то, что самая основная работа ложится все-таки на плечи женщин в этой сфере, это однозначно. Я вот что имела в виду, когда говорила, что я не очень согласна, что это решение проблемы об участии женщин в политике. Смотрите, ведь парламент — это еще далеко не все. Ну, станет женщина председателем комиссии. У нас редко спикерами становятся женщины. Мы помним за все время Евгению Ставчук. Значит, я имела в виду здесь правительство, исполнительную власть. Мне очень хочется, чтобы было больше женщин-министров. А этот закон, извините, он никак на эти вещи не влияет. И на это, и на формирование правительства тоже должно быть 40%. Должно быть, но если вы посмотрите на состав, то там не 40%. Там не 40%, но все равно больше, чем было. Мы должны и радоваться тому, что больше сейчас. Не скажу, что больше, чем было. Я помню, что при коммунистах у нас было гораздо больше женщин в правительстве. Так что не надо говорить, что больше, чем было. А в нашем была одна женщина, а потом было при коммунистах, я согласна. Согласитесь. И мы тогда были передовниками. Все-таки при всем при том, далее, женщину спикера, женщину председателя, премьер-министра Зинаиду Петровну Гречану. Мы помним, что женщины-министры у нас были очень много. И в Казуэсенном суде были. Вот в этом отношении. А вы сейчас у нас сказали. Но вот у меня и претензии к коммунистам-то, да. Если бы вот они приняли, потому что раз они доказали, да. Потому что они доказали, что они, женщины, то есть делами они доказали, что... Да, мне страшно представить, какая у вас претензия к этой власти тогда. Они должны были принять закон, чтобы заставить всех, и закон 40%, и не просто 40% в списках, а каждые 10 мест, чтобы было 40%. Вот так вот предлагаете. А потому что, видите, как ушли с власти, и вы смотрите, что творится вокруг. То есть, к сожалению, единственная претензия, к сожалению, после этого не осталось какое-то дело, чтобы за ними, чтобы уже никто не мог повернуть. Что скажете? Ну, после формы правительства, скажем так, у нас, в общем-то, сейчас достаточно компактное правительство. То есть, это не так много должностей и функций там. Я думаю, что нужно смотреть немножко... Подождите, будет новое, мы посмотрим их органиграмму. Не спешите. Я думаю, что нужно смотреть немножечко, наверное, может быть, по-другому. То есть, я думаю, что нужно смотреть в разрезе, скажем, всех уровней исполнительной власти. Вот там нужно посмотреть количество женщин. Вы правы, абсолютно правы. Потому что мы смотрим, как правило, сколько у нас министров, сколько у нас на первых позициях, ролях. А тут нужно, конечно, я думаю, что вот в этом случае женщина сыграла бы очень большую роль именно в исполнении тех законов и в реализации той политики правительства, которая будет принята или которая осуществляется на сегодняшний день. Вот нужна, наверное, какая-то и исследовательская работа в том плане, что у нас сейчас происходит в этом... Знаете, о чем сейчас подумала? Если бы сейчас женщины формировали правящую коалицию, только женщины. Как бы, интересно, процесс этот шел интенсивнее, быстрее? То есть, они были бы более склонны к компромиссам? В теории говорят, что было бы наоборот. Потому что женщины, как правило, принимают решение дольше. Дольше еще принимают. Но договороспособность, я думаю, что у них выше. Да, да. Поэтому тут, скажем так, оно вот, наверное, как-то бы уравновесилось. Вот поэтому должны и женщины, и мужчины нехорошо, чтобы одни мужчины, вот так говорится, или одни женщины. Должен быть так, вот этот баланс, чтобы... Разумный баланс должен быть. Да, разумный баланс. Красноречивый показатель, по которому еще судят о гендерном равенстве, это уровень насилия в отношении женщин. Вот у нас в Молдове с этим стоит, мягко говоря, паршиво. Вот, не знаю, те ли самые патриархальные традиции, да, оправдывающие пословицу, бьет, значит, любит. Или ее молдавский вариант, вы тоже знаете. Что еще как-то, как-то чем объяснить, честно говоря, я не знаю. Но, тем не менее, этот феномен, он присутствует. И я бы не сказала, что, судя по тому, сколько женщин стало обращаться, что его стало меньше, нет? Я думаю, что раз женщина обращается по вопросам домашнего насилия, значит, мы сделали шаги вперед. Я вспомнила, когда была в какой-то, я не помню, в Ирландии была, и там показатели того, что люди приходят в полицию и пишут жалобы, были как хороший показатель. Вот то, что у нас сейчас растет, количество женщин, которые обращаются по поводу домашнего насилия, с моей точки зрения, не означает обязательно, что это... Что насилие стало больше? Что насилие стало больше? Что насилие стало больше. С моей точки зрения, стало больше, женщины стали больше осознавать, что терпеть этого не надо, ни в каком случае. И так как есть закон, и они уже обращаются. Конечно, это нужно исследовать, но домашнее насилие, это проблема не только в Молдавии, это на глобальном уровне. Но только сейчас, вот последние годы, поставили очень хорошо сконцентрировано на решении, на поиск решений для этой очень сложной проблемы. Это очень сложная проблема, я, может быть, не совсем с вами соглашусь, потому что, понимаете, как, вот наша женщина устроена как? Она идет жаловаться редко, потому что у нас считается в обществе не очень приличным. Вот вы понимаете, о чем я говорю? Выносить ссоры из-за сбы. Понимаете? И поэтому, можем ли мы так говорить, я не знаю. Но вот ваше мнение послушаю по поводу роста насилия. Вот я думаю, что, наверное, ситуация, вот я согласна с вами, что ситуация, наверное, не ухудшилась, может быть. Я не знаю, тут сложно сказать, насколько, да. Сложно, да. Но вот то, что появились обращения, это уже хорошие такие знаки. Я думаю, что тут, наверное, нужно нам всем вместе с этим работать, работать с женщинами и немножко снять у них вот этот страх перед обращением. Потому что, конечно, очень сложно, да, когда вот женщине принять решение, идти и вот написать это заявление на своего, скажем, родного человека, да, и потом вернуться опять же в семью и как-то выстроить эти отношения. Наверное, где-то есть боязнь того, что не будет этой защиты должной, да, и чем это обернет женщину. Может быть, она еще не верит в то всегда, что ей там, конечно, помогут. Не помогут, да. Понимаете, она не всегда... Но я думаю, что мы в Молдове сделали очень большие шаги в этой области, потому что сейчас полиция может вот это насильника выставить из дома. И это очень хорошее решение, кстати, и работать, потому что многие женщины так и говорят. Если вот в тех семьях, где у них есть вот или было вот это домашнее сингвит, смотри, я вращусь в полицию, будешь спать за воротами. И вот как-то уже... То есть вы считаете, что вот это работает? Это работает. Не исключены случаи, когда там психопат. Это уже там, не знаю, что может работать. Но сейчас вот то, что есть у нас в республике, те механизмы, которые сейчас есть, они уже начали работать. Женщины начали обращаться в полите. И, как сказать, конечно, мы привыкли думать, что домашнее насилие это только в тех семьях, где идет алкоголь и так далее. Нет, мы так давно не думаем, потому что мы видим информацию, видим информационный сюжет, что это затрагивает абсолютно все семьи. И это потому, что женщины, тем более в нашей республике, еще остаются материально зависимы от своего партнера. Выполагает вот в этом. Я бы добавила к сказанному, знаете, еще что? Что наша женщина инстинктивно очень боится все равно остаться с детьми. И не только по финансово, еще, а потому что ее общество, она боится, что осудит, что вот она подала на развод, и вот она не сохранила семью. Это тоже есть в этом моменте, но не так сильно, как было раньше. Да, еще уже не так сильно. Я думаю, что тут для того, чтобы женщина не боялась обращаться, наверное, нужно посмотреть, что сейчас, какая ситуация в органах, которые занимаются этим. Может быть, там нужно тоже, чтобы были женщины, которые занимаются этими проблемами. Им легче будет прийти и обратиться, и рассказать о своей проблеме. Как раз в политике есть программа такая. Я имею в виду, не всегда придут к мужчине и расскажут. Поэтому я думаю, что, наверное, нужно, может быть, и общественным организациям подумать и обратиться с тем, чтобы, вот опять же, участие женщины во всех сферах власти, то есть как бы на разных уровнях. То есть вот тут очень много вопросов, которые еще... Мы начали с того, что говорили о законодательстве, что эти шаги сделаны, но дальше нужно его развивать и смотреть, как оно работает. В насилии идут очень хорошие программы подготовки полицейских вот для работы с жертвами насилия, и не только с жертвами, а и с насильниками. И сейчас специальная программа, кстати, в полиции о том, о росте количества женщин в полиции и в академии полиции. И там специальные программы, они усиленно над этим работают, потому что осознали. Ведь общество мужчины и женщины всегда будет более доверчиво относиться и говорить о своих проблемах женщине полицейскому, чем мужчины. И, наверное, и мужчина будет насильник, будет как-то больше откровенничать и так далее. Я знаю, что они работают. Соглашусь с вами, и вот под завершение программы мы тоже как-то частично затрагивали. Но сейчас я хочу, чтобы мы чётко это всё оформили в слова. Очень много зависит от самих женщин. Вы так как-то, вы так, и так, и так. Понимаете, как? Вот сами наши женщины, они хотят бороться сегодня за свои права, либо всё-таки они как-то вот смирились с тем, что вот у нас происходит так. Поэтому вот нужно как-то не думать о таком высоком, например, не штурмовать вот эти вершины, не воевать с этим мужским миром, не доказывать всем, что ты тоже можешь. Ведь всем известно, что для того, чтобы достичь каких-то, я не знаю, вершин, женщина всегда затрагивает больше усилий. Она всем ещё доказывает, к тому же, что ты знаешь, всё время, кстати, женщины всё время доказывают. Я не хуже, у меня эмоции, как бы, я держу под контролем, я могу. И вообще зачем держать эмоции под контролем? Понимаете? А я вам объясню, почему. Потому что если вот мужчина как-то срывается или что-то, все говорят, ну, как-то он. А если женщина сорвётся, говорит, ну, что она, к нам, она истеричка. Это у неё женская, да. Это тоже. Правильно, надо сказать, я истеричка, но всё равно я добись того, что я начала. Да, может быть, и здесь правда. Вот как вы считаете, наши женщины? Я считаю всё-таки, что наши женщины, всё-таки это очень активная часть нашего общества. И активность их растёт. Это можно судить по разным показателям. И, может быть, даже посмотреть о том, насколько они активны вот в общественной жизни. Потому что вот все общественные организации, очень многие общественные организации, основу их, как и в политических партиях, да, вот в этом звене, ядро, составляют женщины. И они находят время на... Кроме того, что выполняя огромное количество своих основных обязанностей и по работе, и по уходу за детьми и так далее, они находят время и, в первую очередь, желание заниматься этой общественной работой. Я думаю, что это очень хороший показатель. Спасибо. Я тоже считаю, что женщины... Я очень горжусь женщинами Республики Мордова. Потому что всего, что добились, это была и работа женщин, как женщин общественного сектора, так и женщин политики, женщин депутатов и женщин министров, которые были на протяжении, независимо, в какое министерство. Потому что можно, если совместно, сообща, работать над какими-то проблемами, можно. И мы это делали. Может быть, мы не так сильно, или голос вот этот объединенный не был хорошо, не звучал так сильно, но все эти успехи, конечно, с поддержкой в конечном счете мужчин, это были наши успехи, женщины Республики. И женщины хотят этого. Но это процесс воспитания, и в школах тоже уже они очень активны. Правда, правда, да. Что это? Длительный процесс? Это в один год, это не решить. И они понимают, что только вместе мы можем создать нашу красивую жизнь в Республике Макдова. Если это так, то, конечно, все замечательно. Я благодарю вас за эту беседу. И в завершении, знаете, скажу одно из речений, оно мне очень нравится. Оно такое. Если хочешь, чтобы об этом было сказано, поручи мужчине, а если хочешь, чтобы сделано, поручи женщине. Вот сегодня в преддверии 8 марта, вот такого капелька здорового феминизма, я думаю, не помешает. Она как раз будет, кстати. Спасибо вам большое за то, что пришли. И у нас с вами такая хорошая, по-моему, беседа состоялась. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова